Телетрейд. Эксперт на финансовом рынке. Тысячи людей по всему миру торгуют вместе с Телетрейд. Ну, для начала спрошу тебя, Саш, что всё-таки такое Форекс? Потому что я слышал о нём, видел о нём разные объявления, приходи на Форекс и всё прочее. Но всё-таки довольно приблизительно, я понимаю, что это такое. А уж зрители наши, тем более большинство, по крайней мере, наверное, плохо себе представляют, что это. Если подходить по-научному, то рынок Форекс – это межбанковский валютный рынок. У каждой страны есть своя валюта, и, собственно, на этом рынке одна валюта меняется на другую. То есть покупаем, продаём валюту, и поскольку этот рынок межбанковский, то банки занимаются этим самым обменом. Они как основные участники. То есть это такой гигантский всемирный обменный пункт, можно сказать? Да, это так и можно сказать. Более того, когда мы меняем валюту в обменных пунктах, это такая мелкая розница. В принципе, мы в какой-то степени являемся участниками этого рынка, поскольку заинтересованы в обмене этой самой валюты. Сам рынок, вот этот вот Форекс, он такая оптовая торговля, да, то есть где непосредственно обменом валюты занимаются страны, крупные банки, фонды и прочие участники. Ну, самое время пришло посмотреть на тех, кто всё-таки участвует в этих торгах, кто участники этого рынка. Расскажи, пожалуйста, что мы здесь видим? Итак, как я уже упоминал, Форекс это межбанковский валютный рынок, да, поэтому основные участники это, естественно, банки. Причём не только коммерческие, но и центральные банки государств, которые, собственно, имеют печатный станок и производят эти самые валюты. Ну, то есть вот как ФРС США, который доллар выпускает? Федеральная резервная система США, Банк России центральный. Вторая группа, довольно-таки большая, это импортеры и экспортеры, то есть компании транснациональные, которые производят свою продукцию в одной стране и при этом вынуждены её продавать в другой. Соответственно, продажи происходят по местным валютам и время от времени приходится менять одну на другую. Следующая группа, это различные фонды, причём могут быть как инвестиционные, так и любые другие. Более того, например, нам всем известны такие фамилии, как Джордж Сорос, Воррен Баффетт, и не конкретно они прям занимаются торговлей на биржах, а они это делают с помощью фондов. Вот как раз-таки примерно такой вот сегмент значительный есть таких участников. Ещё, конечно же, брокерские компании, которые организуют торги и позволяют через брокерские компании выходить частным клиентам. В последние годы этот сегмент очень сильно растёт в связи с появлением интернета, всяких приложений для телефонов, компьютеров. Стало довольно-таки популярное направление, и сейчас, в принципе, каждый человек может стать участником этих самых торгов и зарабатывать на спекуляции. То есть, в принципе, простой человек может пойти и попробовать посоревноваться с ФРС США в какой-то момент. Ну, соревноваться, наверное, громко сказано, но побыть на равных в какой-то степени, да. Ну вот смотри, я понимаю, что такое инвестиция, например, в недвижимость. Вот я купил дом, и лет через 10 он подорожал, я его продал, много заработал. Или картину, например, какую-нибудь я купил, хорошую, и тоже она там через много лет стала стоить гораздо больше, и я на этом могу заработать. Форекс – это такие же инвестиции или всё-таки какого-то несколько другого типа? Форекс – это немножко другой жанр инвестиций, я бы назвал его более агрессивным, наверное, да. Но если мы возьмём недвижимость, то, во-первых, не каждый себе может позволить приобрести квартиру. Для некоторых это занимает целую жизнь просто для жилья, а не то, чтобы для инвестиций. Форекс как раз-таки позволяет начинать с довольно-таки небольших капиталовложений, попробовать свои силы, и если будет получаться, то капитализацию можно увеличивать и, соответственно, увеличивать потенциальную прибыль. Но, естественно, в отличие от недвижимости, рынок Форекс имеет определённые риски, что необходимо просчитывать. И, собственно, профессия трейдера – это человек, который торгует на бирже – как раз-таки состоит в том, чтобы эти самые риски минимизировать. Это основная задача. А вторая задача, которая является, собственно, основой профессии – это научиться предсказывать будущее движения цены. Но главное, вот лично для меня отличие, что в случае с недвижимостью мне нужно ждать довольно долго, пока она подорожает. Да, верно. А на Форексе всё-таки не есть возможность заработать, если мне удастся это сделать гораздо быстрее. В какой-то степени Форекс вообще можно рассмотреть такую концентрированную бизнес-модель. Купил, продал. То есть подождал довольно-таки в короткий период времени. Как и в недвижимости, мы можем 10 лет ждать, пока цена растёт, но потом вдруг кризис, и цена упала. И таким образом у нас есть риски. Но это растянуто в довольно-таки большой период времени. И, может быть, в рамках параллельно, когда это идёт в нашей жизни, мы это не сильно замечаем. На Форексе всё происходит гораздо быстрее, и люди делают состояние за несколько недель, часов, но при этом, естественно, необходимо просчитывать риски. Да, потерять вполне возможно. И здесь как раз-таки во многом основа профессии как раз и состоит, чтобы соблюдать технику безопасности. Редактор субтитров А.Семкин